Одна из старейших пород Франции, французский мастиф. Это огромная, мускулистая, коренастая и хорошо сбалансированная собака с массивной головой. Несмотря на свой мощный вид, этот пёс довольно мягок в поведении. С другой стороны, его сильная преданность делает эту породу очень эффективной сторожевой собакой. Это отличная собака для большинства семей. Они прекрасно уживаются с детьми, но будьте осторожны с маленькими детьми. Гигантские собаки не всегда осознают свои размеры. В целом, французский мастиф – отличный выбор, если вам нужна крупная собака, которая станет прекрасным защитником и компаньоном. Если вас заинтересовала эта порода, обратите внимание, эта собака очень неряшлива. У этой породы очень короткая мягкая шерсть, которая не требует особого внимания. Для ухода за шерстью достаточно периодического использования рукавицы или перчатки для груминга. Однако многочисленные кожные складки на морде требуют регулярной очистки, чтобы избежать раздражения и инфекции. Из-за гигантских размеров мастифа следует как можно раньше установить режим ухода, чтобы собака привыкла к нему. Хотя его когти могут изнашиваться естественным образом, периодически проверяйте их состояние и подстригайте по мере необходимости. Купать собаку нужно всего пару раз в год. По своей природе, французский мастиф – бдительный и бесстрашный защитник, но ни в коем случае не считается агрессивной породой. Эта гигантская порода собак сделает все, что потребуется, чтобы защитить свою семью. Но в целом, она довольно мягкая и послушная, и даже иногда глуповатая. Тем не менее, сразу же после приобретения следует приступить к строгой программе дрессировки. Не менее важна и социализация. Отчасти это связано с огромными размерами породы. Не обученная собака такого размера может стать совершенно неуправляемой. У этой породы может быть сильный инстинкт преследования мелких животных, например, кошек. Они также могут не терпеть другую собаку в доме, особенно того же пола. Хотя социализация и дрессировка могут помочь предотвратить проблемы, они могут не устранить риск. Французский мастиф умеренно энергичен для своего размера и нуждается в правильной разрядке. Наряду с дрессировкой очень важны адекватные физические нагрузки, например, одна длительная прогулка или несколько коротких прогулок каждый день. Однако помните, что не стоит переусердствовать. Собаки этой крупной породы могут быть склонны к ортопедическим проблемам. Кроме того, это коротконосая порода, которая может легко перегреться или получить проблемы с дыханием. Убедитесь, что у вас есть четкое представление об уровне выносливости вашей собаки.